Дед Игнат и бабушка Марфа прожили всю жизнь в добром согласии. Старушка иногда, конечно, ворчала на него, но только для порядку. А дед улыбался и грозил ей пальцем в ответ. Ушел он тихо. Во сне. На утро бабушка нашла его спящим на диване в кухне. Она даже не сразу поняла, что он больше уже не спит. «Похоронили дедушку тут же в деревне, за старой церковью на кладбище, где с незапамятных времен лежали его родственники. Бабушку мы хотели забрать жить в город, но она безоговорочно отказалась. Тут вокруг все напоминает о дедушке, тяжело ведь будет», — сказала как-то я. «Вот в том-то и дело, что напоминает. Мне ведь не тягостно, мне приятно его вспоминать. Куда ни гляну, будто он рядом со мной», — ответила бабушка. На девять дней мы снова собрались у бабушки Марфы и отправились на кладбище навестить деда. В кустах возле паперти что-то шевельнулось и заскулило. Бабушка, как бывший ветеринар, первая рванула в кусты и спустя пару минут вытащила серенький комочек. В доме присмотрелись, вроде как волчонок. Все стали убеждать бабушку отдать его в заповедник или отнести обратно в лес. Но она решительно отказалась, сказала, что она ветеринар с сорокалетним стажем и нежели не сможет вырастить маленького волчонка. «Спорить мы не стали с бабушкой Марфой, может так и вправду ей легче будет. Да и нам спокойнее, все-таки как-никак под защитой находиться будет». Как объяснила бабушка, скорее всего найденыш нечистый волк. Обычно волчата рождаются в конце марта, начале апреля и к концу августа уже становятся довольно крупным зверем. Малыш родился совсем недавно, ему от силы месяц. Либо природа дала какой-то сбой, либо его родила одичавшая собака, которая нашла свое счастье рядом с волком. Назвала бабушка Марфа его малышом. Малыш рос в окружении заботы и любви. И очень скоро волчонок стал не малышом, а настоящим чудовищем. 80 сантиметров в холке и весом килограмм 60. Может и меньше, конечно, однако я никак не могла оторвать его от земли, как ни старалась. Не знаю, как бабушке это удавалось. Я ни разу не видела, чтобы она как-то обучала или дрессировала малыша. С тех пор, как не стало деда, я наведывалась в деревне очень часто. Малыш всегда валялся на входе в дом и ненавязчиво загораживал проход. Невозможно было попасть в дом, не перешагнув через него. «Охраняет», — сказала бабушка, улыбаясь. «Вот молодец», — ответила я, внутренне радуясь за бабушку. Улыбается, значит, не так сильно грустит. Это он тебе разрешает так спокойно перешагивать. Тут на днях печник приходил трубу почистить, а я ему по привычке говорю, ты перешагни собачку-то. Хорошо, печник худой и высокий, ноги длинные, малыш даже не рыкнул, только зубами щелкнул. Еще чуть-чуть и сделал бы печника бездетным. Бабушка рассмеялась. Мне, конечно, жалко было печника, но я порадовалась, что бабулечка действительно подохранный. По осени я стала свидетелем такой картины. «Малыш, что-то зябка, будем печку топить?» — спросила бабушка. Волк встал и беспрекословно вышел. Явился с поленным зубах, потом еще с одним, потом с двумя. За пять минут натаскал охапку дров и уселся рядом. Я была просто в шоке. «Бабушка, звони мне, когда он тебе колоть их будет, будем в цирке выступать», — сказала я ошарашенно. Оказалось, малыш уже давно проявлял чудеса интеллекта. Он подавал бабуле абсолютно все, что она просила. Носил из магазина сумки, укрывал одеялом и даже мог задвинуть носом засов, чтобы она не вставала с кровати. Бабушка Марфа часами могла рассказывать о достижениях малыша. Как-то раз под вечер он куда-то убежал. Долго его не было, а потом вернулся затемно и принес в зубах мальчонку. Несложно было догадаться, где он его взял. В деревне поселились цыгане в одном заброшенном доме. Мальчик был вылитый цыганенок. Совсем маленький, даже еще ходить не умел. Пока бабушка охала и ахала, звонила нам, пока мы приехали, цыган уже не было в доме. Кочевые люди двинулись дальше. Мы так и не поняли, малыш почувствовал, что мальчишку бросили и сходил за ним, или малыш украл ребенка у цыган, и как они даже не заметили этого. Бабушка Марфа настояла, чтобы ребенок остался с ней. Никакие уговоры и намеки на здоровье не подействовали. Малыш мне его принес, значит он знает, что делает, ответила бабушка. Всю жизнь она проработала колхозным ветеринаром. Бабушка была не последним человеком в деревне. Пользовалась уважением и имела авторитет, даже находясь на пенсии. Что уж там она наговорила участковому и председателю сельсовета, но очень скоро цыганенок числился ее племянником, а она опекуном у ребенка, которого назвала Яшей. Так они и жили втроем, бабушка Марфа, волк-малыш и цыганенок Яша. Самое удивительное, что забота о ребенке как-то омолодила бабушку. Она стала подвижной, бодрой и даже суставы перестали беспокоить. Так безмятежно они прожили 11 лет. Мы всей семьей полюбили Яшу и даже в мыслях не могли представить, что он нам не родной. Легенду, придуманную бабушкой, о том, что он племянник и его папа был бабушкиным братом, а мама действительно цыганка, мы поддерживали и выучили на зубок. Так что ни у кого, даже у самого Яши не возникало вопросов о своем происхождении. Мальчишка бегал в деревенскую школу и был всеобщим любимцем. Особенно он подружился с малышом. Бабуля тихонько шутила, когда была уверена, что Яша не слышит, что дикие вольные души притягиваются. Оба полукровки, оба чувствуют друг друга. Если про малыша мы до конца не были уверены, чистокровный он волк или нет, то с Яшей как раз все было предельно понятно. При чисто цыганской внешности у него были совершенно серые глаза. Скорее всего бабушкина легенда недалека от истины. Отцом мальчишки был кто-то из русских. К сожалению, таких Ватага не признает, потому уходя с места его и бросили на произвол судьбы. Однако совсем скоро случилось ужасное происшествие. Яшу украли. Его не было нигде. Однажды он просто не вернулся со школы. Бабушка опрашивала очевидцев и ребят деревни. Кто-то видел, как после уроков к нему подошла цыганка. Не весть откуда взявшаяся. Яша не хотел идти за ней, тогда она схватила его и затолкала в машину. Вот номера никто не запомнил. Разговор происходил в нашем доме. Малыш как будто подслушивал все время, держал ухо востро, а после услышанного куда-то смылся. Бабушка дождалась участкового и написала заявление о пропаже. Да вот, кто бы мог подумать, как волка не корми, а он все равно бежит к своим, неосторожно ляпнул участковый. Бабуля его чуть скалкой не огрела, тот увернулся и стал оправдываться. Что если уж и мог предположить, что кто-то удерет, так это волк, а не ребенок. Бабуля выпроводила его за дверь и тут же дала волю чувствам и слезам. Она всегда плакала только когда была одна. То же самое было, когда умер дедушка. Никто не видел бабушкиных слез, только я ночью слышала, как она за стенкой плакала. Очень хотела встать подойти и разделить с ней страдания, но знала, что она меня прогонит. Бабушка считала, что никто не должен видеть ее слез. Для всех она женщина с каменным сердцем, и даже для родственников. Прошло три дня, ни малыша, ни Яши не было. И вдруг бабушка услышала крик, с улицы ее звала соседка. Она выбежала и обомлела. По деревне шел Яша в грязной и чужой одежде, а заде волоча заднюю ногу тащился малыш. Бабушка не знала, кого первого обнимать. Все стало ясно и без слов. Явилась родная мать-распутница, вспомнила о сыне, когда-то тут оставленном. Узнать его среди школьников не было сложно, и потребовала, чтобы он вернул долг, за то, что она подарила ему жизнь. Они хотели заставить Яшу попрошайничать и воровать, но тут явился малыш. Он отчаянно сражался за своего маленького друга, пока не прогремел выстрел. Яша бросился к волку и вовремя сообразил, успел дотронуться до раны на лапе и испачкать себе живот. Цыгане испугались, что попали в ребенка и убежали. Они с малышом побрели домой. Никто не хотел подвезти грязного мальчонку и здоровенную псину. Вот они и добрались из города самостоятельно. Волк посмотрел бабушке в глаза и рухнул на землю. Но не зря же она была ветеринаром. Пулю вынули, рану зашили, а Яша помогал ей. Даже после этого случая бабуля не согласилась переехать к нам. Прошло еще довольно много лет. Яшу забрали в армию. Как раз когда он там служил, бабуля так же тихо, как и дед, покинула этот мир. Яшу отпустили на похороны бабушки, он рыдал как ребенок. На следующий день парень был вынужден уехать в часть. После отъезда Янна мы нашли малыша на могиле у бабушки. Он не мог отпустить свою хозяйку одну и отправился в мир иной сопровождать свою любимую хозяйку. Слава богу, что Яша уехал. Потерю малыша он бы не пережил. Мы всей семьей решили не сообщать ему пока. Ему служить осталось меньше, чем полгода. На девятый день с родителями, как водится, отправились на деревенское кладбище. В кустах у церкви что-то запищало. Да ладно, подумала я. Не может быть. Однако может. Волчонок, а может помесь волка и собаки, кто знает. Малыш вернулся. Когда Яша пришел из армии, его встречали всей семьей. Я лично вручила парню ключи от бабушкиного дома, сказала, что он по праву принадлежит ему. А где малыш, он с бабушкой? Спросил Яша, прекрасно все понимая. Да, только есть одна проблема, сказала я. Моя мама открыла дверь и, а из сарая на грудь Яши, облизывая лицо, бросилась точная копия малыша. И он засмеялся. Теперь это и твоя проблема, сказала я. Потому что совершенно не представляла, что можно делать с полугодовалым волком. И так же, что мы видим людей в разогу. Продолжение следует...